Всем салют, с вами Агуд. Ну что, как известно, фильм Bad Girl не будет показан на экранах HBO Max, да и вообще нигде. Но по сообщениям нескольких источников издания The Hollywood Reporter, избранная группа инсайдеров всё же смогла увидеть этот фильм во время закрытых показов в стенах компании Warner Bros. Сообщается, что данный показ был для тех, кто работал над фильмом. Это актёры, съёмочная группа, а также представители компании и руководители. Один источник описал эти показы как похоронные показы перед отправкой фильма в неизвестную загробную жизнь, а отснятый материал будет заперт в неком хранилище, физическом или цифровом. Так что же на самом деле произошло? Ответ достаточно прост. Деньги. 2 августа 2022 года фильм Bad Girl стал самым обсуждаемым в мире, когда появились новости о том, что новый генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслов решил отказаться от этого проекта DC стоимостью 90 миллионов долларов, чтобы получить списание налогов. Для справки, этот генеральный директор недавно объединённой компании ищет возможность сэкономить 3 миллиарда долларов. Что ж, солидная сумма. Когда Warner отменили проект, Bad Girl была в процессе постпродакшена, но она была ещё далека от завершения с незаконченными визуальными эффектами и набросками музыкального сопровождения. Кроме того, ранее фильм также проходил одиночный тестовый показ, единственный раз, когда представители медиа видели его монтаж. Один из вопросов, крутящихся вокруг Bad Girl заключается в том, сможет ли она стать следующей Лигой Справедливости Зака Снайдера, заброшенным фильмом, который позже увидит мир. Но, как отмечают источники, у Bad Girl есть несколько отличий. Лига Справедливости не предназначалась для списания налогов для студии. Фильм был показан в кинотеатрах и не было никаких юридических причин, по которым альтернативная версия не могла бы существовать в будущем. Что, собственно, и произошло. Снайдер Кад показали на HBO Max. А если бы студия выпустила Bad Girl, она нарушила бы правила, которые позволяют Warner Bros. Discovery требовать списания налогов. Более того, режиссеры Аделя Ларби и Билла Алфала говорят, что не имеют личного доступа к каким-либо кадрам. Хотя источники говорят, что некоторые приближенные к проекту все же могут иметь кадры, которые сохранены на личных дисках. Ну, например, когда Снайдер покинул Лигу Справедливости весной 2017 года, он ушел от Warner Bros. ноутбуком, содержащим четырехчасовой черновой вариант фильма, который он закончит после того, как фанаты устроили целую компанию с требованием посмотреть его версию фильма, позже известной как Снайдер Кад. Как правило, студия не сразу получает полное списание налогов с убыточного проекта. Она получает определенный процент, а остальную часть в течение нескольких лет. Это потому, что неясно, сколько тот или иной фильм может заработать или потерять за время его показа на кабельных, стриминговых и других платформах. Несколько источников предположили, что Warner Bros. сможет сделать решительный шаг, фактически уничтожив все кадры с Bad Girl, чтобы продемонстрировать налоговому управлению США, что от проекта никогда не будет никаких доходов, и поэтому компания имеет право на полное списание налогов немедленно. Другие источники оспаривают это мнение, отмечая, что есть и другие проекты, отснятые кадры которых по сей день хранятся под замком. Например, первый спин-офф Игры Престолов для HBO под названием «Кровавая луна», пилотную часовую серию, которую не видел даже автор Джордж Мартин. Существует также вероятность того, что Уорнеры могут в будущем решить, что фильм Bad Girl все же стоит выпустить, и, соответственно, выплатить правительству все налоговые обязательства. Как бы то ни было, фильм Bad Girl должен был стать одним из нескольких проектов DC со скромным бюджетом, созданных непосредственно для HBO Max в рамках усилий бывшего генерального директора Warner Media Джейсона Киллара по развитию этого стриминг-сервиса. Заслов, взявший на себя образы правления объединенной компании в апреле, изменил эту стратегию и заставляет компанию снова сосредоточиться на релизах для кинотеатров. И хотя Bad Girl привлекал к себе больше всего внимания из-за того, что ее отменили, это был не единственный фильм, ставший жертвой стратегии заслова по списанию налогов. Scoop Holiday Hunt – еще один почти законченный фильм, который был отменен в тот же день, что и Bad Girl, закрытые похороны и показы которого также были незаметно проведены в стенах Warner Brothers. Вот так! Всем спасибо! Всем пока!